В некоторых регионах России принято решение сделать 31 декабря нерабочим днём. Тюменцы не в их числе. Распоряжение об этом так и не было подписано. Моя коллега Татьяна Воротилова изучила вопросы, знает, как проведут завтрашний день в разных регионах страны и мира. Всем добрый вечер и 31 декабря мы тоже так скажем. Новости никто не отменял в последний день года, но для нас работа же удовольствия. Впрочем, большинство тюменцев до последнего ждали, когда в регионе губернатор объявит выходным 31 декабря, но этого так и не случилось. Поэтому в субботу 28 декабря тюменцы массово не трудились, ведь если внимательно почитать сообщения, в том числе в губернаторских инстаграмах, везде речь идет о переносе выходного дня, и это, конечно, законно. Если правительство, профсоюзы, объединение работодателей, социальные партнеры, то есть тех, кого это в первую очередь касается, примут решение о том, что надо присоединить 11 дней и сделать им 31 декабря, они вправе принять такое решение без какого бы то ни было изменения законодательства. Первыми подписали указы о переносе выходного дня с субботы на вторник местные власти Карачаева, Черкесии, Псковской, Томской, Кировской областей Крыма. Губернатор Свердловской области запустил голосование в инстаграме и, получив предсказуемый перевес голосов в пользу отдыха, поддержал официальным решением большинство. В общем, власти половина регионов страны объявили 31 декабря выходным. А вот губернатор Пермска в окрае заявил, что только женщины, аппараты правительства не будут работать, за них последний день года отработают мужчины-госслужащие. Оставил 31 декабря рабочим днем и московский мэр. В Тюменской областной думе на последнем заседании вопрос выходного не обсуждали, тем более официальных обращений от граждан не было. А вот свои планы депутаты уже построили. Слушайте, у депутатов есть четкий план, они работают согласно плана, у разных депутатов запланированы разные мероприятия, например, да, но обычно 31 мы что делаем? Ну, наверное, всех поздравляем, все-таки предпраздничный день, хочется доделать какие-то дела, которые ты не доделал, оставить это в прошлом году, с собой взять все хорошее. Да, новогодние каникулы в этот раз будут короче, но если брать весь будущий год, то 14 праздничных дней благодаря переносам станут почти месячным отпуском. Отдыхать россияне будут 26 дней. С 1 по 8 января включительно новогодние каникулы, 7 января Рождество, с 22 по 24 февраля повод День защитника Отечества, с 7 по 9 марта Международный женский день, с 1 по 5 мая отдохнем благодаря празднику весны труда, с 9 по 11 мая Дню Победы, с 12 по 14 июня Дню России и 4 ноября Дню народного единства. А вот 31 декабря как в этом году, так и в следующем пока обозначен рабочим. И между прочим, физиологи утверждают, что чрезмерный отдых так же вреден, как и его отсутствие. Человек привыкает к состоянию безделья за неделю и выход на работу вызывает дискомфорт. Так что не исключено, что в связи с этим в нашей стране в январе значительно падает производительность труда, но мы расслабляться так точно не будем. Да и люди некоторых профессий, независимо от решений властей, как обычно, новогодние каникулы проведут на рабочих местах. Да, работаю. А кем вы работаете? Я работаю консьержкой. Я директор зоомагазина. И сама решила, что 31 числа надо отдыхать. И ваши сотрудники тоже будут отдыхать? Все будут отдыхать. Там уже некогда работать. Некогда работать. Чем будете заниматься? Как чем заниматься? Салаты. Как всегда, все готовят салаты. Кому-то надо до дома доехать, студентам, кто-то к родителям. Хотелось бы, чтобы был выходным. Мы в отпуске сейчас находимся. Мы вообще приезжие. А вы специально отпуск взяли 31 декабря? Да. Чтобы приехать к вам в гости, ваш город замечательный. Ну, я думаю, что всем удобнее было бы 31-го не работать, конечно. Кстати, длительных новогодних каникул в большинстве стран нет. Например, американцы отдыхают только 24-го, 25-го декабря и 1-го января. В эти же дни выходные у британцев, а на остальные дни они стараются брать отгулы. На Украине каникулы тоже короче, чем у нас. Только с 1-го по 3-й января и в православное Рождество. Три дня отдыха и в Белоруссии. По другому календарю живет Китай, но первые три дня января в этой стране тоже выходные. В Иране Новый год вообще в марте, в Израиле в сентябре. В общем, таких продолжительных январских каникул, как в России, нет нигде. Студия. Большое спасибо, Татьяна. Мы продолжим наши предновогодние новости.